Сегодняшний обзор событий минувшей недели мы начнем с того, что касается абсолютно всех, что не миновало никого в этой стране, я имею в виду ситуацию на потребительском рынке. Наверное, даже самые упоротые пропагандисты и активисты путинского режима не станут опровергать того, что цены выросли абсолютно на все категории товаров и, конечно же, в первую очередь нас беспокоит рынок продуктов питания. Цены на продукты одномоментно сильно выросли и это на фоне того, что реальные доходы россиян не то чтобы не выросли пропорционально, а у многих даже уменьшились, начались увольнения, начались сокращения, началась пресловутая оптимизация штатов и, соответственно, на этом фоне, конечно, беспокойства о холодильнике резко возросли. Хотелось бы, конечно, получить какие-то разъяснения и пояснения на региональном уровне, но, к сожалению, в экономическом плане слушать дорогого Радия Фаритовича это себя не уважать, потому обратимся, как говорится, к первоисточнику, самому высшему эшелону российской власти, я имею в виду Владимира Путина. Владимир Владимирович не остался в стороне от обсуждения этого вопроса, но, как ни странно, комментируя ситуацию на потребительском рынке, Путин как-то незаметно начал копировать манеру, излагать мысли у дорогого Радия Фаритовича, я не шучу. Впервые я столкнулся с ситуацией, когда, в общем-то, обычно понятные, внятные и даже простенькие фразы Путина вдруг превратились в какие-то ребусы. Я процитирую дословно, что Путин сказал о ситуации на потребительском рынке. В ходе работы, в спокойном режиме, будем решать все эти проблемы. Постепенно и люди сориентируются, и поймут, что никаких событий, которые мы бы не могли закрыть, решить, их просто нет. Конец цитаты. Я лично ничего не понял. Кого нет? События или людей? И кого грозится закрыть Путин? Но вот так вот выразился вождь российского народа о том, что творится на полках магазинов, ну, как обычно, когда непонятно, что сказал Путин, понятно, что он ни в чем не виноват. Даже дефицит Путин почему-то назвал повышенным спросом, а повышенный спрос, сами понимаете, кто организовал, ну, вот эти вот панически настроенные россияне. Не знаю, будут ли вводиться санкции против тех, кто покупает слишком много продуктов или запасаются бытовой химией, но очевидно, что российские власти косвенно ввинят в этой ситуации самих россиян. Между тем, цены продолжают расти, определенные товары просто исчезают с полок, многие из них и не вернутся на потребительский рынок. Я имею в виду определенные позиции, то, что касается автозапчастей, электроники, компонентной базы, поставок вот этих вещей пока вообще не предвидится и непонятно, каковы будут логистические цепочки. Попытка уповать на дружескую помощь Китая, она, конечно, абсолютно наивна, и я объясню почему. Дело в том, что идет обоюдное давление на Китай, по крайней мере, так это выглядит. Российская сторона требует взаимности и обещаний, американцы показывают китайцу и грозят пальцем, утверждая, что они будут применять китайским компаниям санкции за сотрудничество с Россией, но давайте руководствоваться простой логикой. В Китае есть железное правило о том, что все действия руководства и администрации коммунистического Китая направлены на благо китайского народа. Так вот, соотношение между рынками в Китае устроено примерно так. Российское потребление, то есть то, что в Россию потребляется из Китая, это примерно 2,5% от импорта Китая вовне. Примерно 45% импорта Китая – это Соединенные Штаты Америки. Вот давайте теперь рассуждать, что лежит в плоскости интересов китайского народа. «Потеря 45% в Америку или потеря 2,5% в Россию?» Ответ, на мой взгляд, абсолютно очевиден. И, конечно же, речь не идет о полном запрете потребления китайских товаров. Что-то будет все-таки оставаться, что-то будет не под санкциями. Там есть еще и всякие исключения в виде медицинских товаров и товаров первой необходимости, но, безусловно, китайский импорт будет очень сильно сокращен. Но вернемся к нам на землю, в республику, и попытаемся выяснить, что же хоть как-нибудь, хоть сколько-нибудь объясняют республиканские власти о том, что творится на полках башкирских магазинов. И на примере конкретного дефицита сахара рассмотрим ту позицию, которую занимают республиканские власти. Честно говоря, позицию эту назвать единой нельзя. Команда Хабирова, как обычно, развалилась на какие-то запчасти и абсолютно разошлась во мнении. Потому что по одному и тому же вопросу у них абсолютно разные мнения. Например, Министерство сельского хозяйства дефицит сахара в магазинах объяснило отсутствием семян для посева сахарной свеклы. Но позвольте, сахар-то, который мы сейчас хотим купить, это свекла прошлого года, а семена это как будто бы свекла будущего года. Но, как обычно, в Министерстве сельского хозяйства республики Башкортостан никакой логики обнаружено не было. Версия же Министерства торговли республики Башкортостан еще более замысловатая. Минторг утверждает, что дело не в дефиците сахара, а в том, что его не успевают фасовать. То есть, господин Гусев, он внимательнее слушает на самом деле Владимира Владимировича и, следуя его примеру, обвиняет в этом наших сограждан. То есть, они так быстро успевают покупать, что господин Гусев не успевает фасовать. Но что же все-таки Хабиров? А Хабиров у нас, как обычно, отделался придурковатой веселостью и дал понять нам, что если нет сахара, то жарьте шашлыки. Потому что все, что мы в последнее время видим от Хабирова, это замечательные кадры в папахе, где он жарит шашлык, поздравляет женщину, в общем-то, ни в чем себе не отказывает. Особенно это вопиюще выглядит на фоне того, что его сограждане рыщут по магазинам в поисках дешевых макарон, а господин Хабиров жарит барашка в папахе и радуется жизнью. А что же там у соседей? Мы привыкли сравнивать ситуацию в Татарстане и Башкортостане, при том, что исходные данные примерно те же самые. Есть ажиотаж, есть повышенный спрос на продукты, как выражается Владимир Владимирович, но Татарстан отнесся к ситуации более серьезно, более по-взрослому. Мениханов не стал жарить шашлыки, а сформировал резерв сахара, крупы и муки внутри Татарстана. Также создана специальный орган, комиссия, которая будет мониторить и анализировать ситуацию на потребительских рынках. А Хабирова у Мениханов резонно, язвительно заметила, что шашлыки потом будем жарить, когда ситуация наладится. Запаниковали не только потребители гречневой крупы и доширака, но и люди, которые находятся в неких процессах, связанных со строительством. Запаниковали дольщики, особенно обманутые дольщики. Ну, собственно, и все, кто вложился в дома, особенно в дома на ранней стадии строительства. Очевидно, что цены на материалы, работы, отделочные материалы и строительные компоненты никогда не вернутся на уровень до 24 февраля. Лифтов, отис мы не увидим еще очень долго. А отделочные материалы, как выяснилось, производятся либо в странах НАТО, либо на предприятиях, принадлежащих гражданам стран вероятных противников. Очень много в этом смысле проблем. А сметы уже сверстаны. А цены уже посчитаны. Как в этих условиях продолжать стройку? Каким образом завершать объекты, которые уже осмечены, а многие из них и оплачены, вот это, конечно, большая загадка. Загадка это не только для строителей, но и для государства. Потому что стало известно, что есть угроза реализации строительства не только гражданских и жилых объектов, но и крупных объектов инфраструктуры, те, которые входили в наши грандиозные планы. Выяснилось, что отсутствует механизм компенсации роста цен работ и материалов в подобных ситуациях. Минфин Российской Федерации уже однозначно дал понять Минфину Республики Башкортостан, что никаких надбавок, никаких прибавок к сметам вот этих объектов не предвидится. Соответственно, можно уже потихонечку прощаться с этой замечательной евразийской библиотекой, восточным выездом и рядом других крупных инфраструктурных объектов. Естественно, под вопросом остается теперь уже возвезение вот этого замечательного образовательного центра международного уровня, вокруг которого так хлопотали всякие сетяки на Истрижнево. Очень рассчитываю на то, что рассыпается в пух и прах их сделка по продаже вот этого синенького домика, вокруг которого, собственно, и было слеплено объединение БГУ и УГАТУ. Так что, ну, тут, как говорится, нет худа без добра. Вернемся-таки к дольщикам. Люди действительно обеспокоены вот этой всей ситуации. Они понимают, что, например, компенсации, которые как будто бы вот-вот полагались за некоторые объекты, и эти компенсации уже превратились в какие-то карманные расходы, потому что, ну, я не говорю про 38 тысяч рублей, которые там обещали жителям Миловского парка за квадратный метр. Я говорю даже про 70 тысяч рублей, которые оказались верхом мечтаний при выплате компенсации. Так вот, 70 тысяч рублей буквально уже скоро превратятся в ничто в плане перевода их в квадратный метр. Дольщики обеспокоены, дольщики в панике. Я доподлинно знаю, что на одном из крупных объектов долевого строительства проблемных объектов намечается голодовка вот буквально скоро-скоро. Но не знаю, правда, как это отразится на реакции властей. У меня есть ощущение того, что и региональные, и федеральные власти приняли концепцию, что война все спишет, как в той поговорке. И вот в этом всем сумбуре можно уже не исполнять тех обязательств, которые вот поднакопили за последние годы. Это один из самых больших и крупных негативных последствий, одно из самых нежелательных явлений. Я имею в виду то, что вот при помощи вот этого чрезвычайного состояния экономики и вообще страны в целом можно будет списать и отказаться от того, что вроде как бы было решено буквально в последние годы. Но боюсь, что это неизбежно, и потому многие дольщики навсегда останутся без тех обещанных квартир и компенсаций, которые вот-вот, казалось бы, были прямо вот в одном шаге. Но есть в нашей республике и те, кто с оптимизмом смотрит в будущее. Например, наш без четырех дней мэр Ратмир Мавлиев еще не стал мэром, а уже получил прибавку к жалованию. С 1 апреля его доходы на посту мэра Уфы существенно вырастут и, судя по всему, равняется Ратмир Рафилович на своего начальника, на Раде Фаритовича, потому что содержание главы республики Башкортостан тоже выросло аж на целых 100 миллионов рублей в год. И бюджет управления делами администрации главы республики Башкортостан перевалил за сумму в 2 миллиарда рублей, а именно составил 2 миллиарда и 100 миллионов. И вот эта сумма, в общем-то, тратится на содержание администрации главы и на содержание самого дорогого Раде Фаритовича. Все вот это великолепие с доходами чиновников происходит на фоне того, что Минфин республики Башкортостан разослал во все ведомства циркуляр с требованием ужесточить экономию, начать экономить на бумаге и тонерах для принтеров. Это не шутка. Такая бумага разослана была на прошлой неделе во все подведомственные организации и структуры министерств и ведомств. То есть низовые чиновники теперь будут экономить на спичках, карандашах и бумаге. А вот Раде Фаритович и Ратмир Рафилович будут пребывать в абсолютном благополучии. Но похоже, господин Мавлеев и господин Хабиров абсолютно напрасно беспокоятся о своем благополучии и о своем будущем. Дело в том, что о них заботится Кремль. Стало известно, что на минувшей неделе правительство Российской Федерации существенным образом ослабило условия заключения контрактов с единственным поставщиком для региональных властей. Я говорю о федеральном законе номер 44 и номер 223. Теперь заключить контракт со своим родственником, другом, товарищем или просто доверенным лицом напрямую и без всяких конкурсных процедур по завышенной цене и с замечательным откатом будет существенно проще. Ну вот не это ли настоящая и доподлинная мечта хабировской команды? Вот только куда они будут тратить все откаты, мне это совершенно непонятно. За границу вывести деньги теперь очень сложно, практически невозможно. Сконвертировать в валюту до лучших времен тоже затруднительно, разве что на черном рынке. Ну, столько шайтаночки им точно не выпить, печень не выдержит. В общем, непонятно. Ну, видимо, будут гулять с цыганами и медведями. Кстати говоря, совершенно непонятно, что теперь будет с Беляевым и Кучербаевым после внесения вот этих поправок законодательства о закупках. Пожалуй, что страдальцев и сидельцев кровавого режима пора выпускать на волю, а чтобы реабилитировать их после этих тяжких испытаний, я думаю, что нужно им вручить утешительный орден Салават-Юлаева, как теперь к месту и не к месту делает дорогой Ради Фаритович. Оба сенатора от Башкортостана, я имею в виду господина Елалова и госпожу Гумерову, попали в санкционные списки Евросоюза. В ближайшее время им будет закрыт въезд в европейские страны, им и родным, а также будут заблокированы все их активы, если они вообще там имеются в Евросоюзе, имеется в виду недвижимость, счета, владение акциями и так далее. Также уже в пятницу вечером стало известно о том, что Соединенные Штаты Америки приняли санкционные списки, и там тоже есть Елалов и Гумирова. Санкции США, как называют они их, блокирующие, то есть они распространяются и на самих фигурантов, и на членов их семей, и на доверенные лица, и также блокируют все возможные виды имущества, вклады и финансовые инструменты. Елалов среагировал на эту новость жизнерадостно. Процитирую Ирика Ишмухамедовича, сказал он буквально следующее. «До свидания, старушка Европа, у меня нет никаких сожалений». Конец цитаты. Очень жаль, конечно, что сенатор Елалов не сумел таки проникнуться культурой, литературой и архитектурой Старого Света, а жареные во фритюре кузнечики ему ближе, чем стейк Фиорентина. Однако, если честно, я не верю. Я не верю в искренность Ирика Ишмухамедовича, зная его любовь к европейской культуре и кухне. Не могу поверить, что буквально за несколько дней его таким образом перевернуло в воздухе, но полагаю, что сейчас ему просто говорить так удобно, а потом он будет говорить, что он просто солдат, и его просто заставили. Отрадно отметить, что за прошедшие две недели открытая политика потеряла только 140 подписчиков. Я счастлив, что число дегенератов и трусов среди наших подписчиков оказалось столь ничтожным, что даже не составило четверти процента. И оставшиеся 31 тысяча подписчиков – это абсолютно нормальные люди. Кстати говоря, уже сейчас количество подписчиков снова стало расти, то есть вот это вот обострение вот это закончилось. Мы вычистили из своих рядов 140 недоумков, а остались только нормальные люди. У всех, включая меня, конечно, появились трудности с пониманием того, что происходит, и голова идет кругом от высказываний нашего руководства, которые сыпятся со всех сторон и зачастую противоречат друг другу. Очень многие философские высказывания и максимы лидеров нашей страны не поддаются единоличному осмыслению. Я говорю, например, о таких вещах. Вот Путин гневно осуждает приезд добровольцев из европейских стран на помощь украинским войскам, и при этом практически в этот же момент дает поручение Шойгу способствовать добровольцам из Ближнего Востока, которые приедут помогать вот этим вот субъектам из ДНР и ЛНР. Песков заявляет, что русским никогда не стыдно, и если стыдно, они уже не русские. Вот я лично пока не переварил эту фразу. Лавров и вовсе сообщает о том, что Россия никогда никому не объявляла войны. Ну, в одиночку с этим сумбуром, конечно, наверное, не каждый способен справиться, по крайней мере я точно. И потому я предлагаю завтра во время 54-го стрима обсудить вот эти вопросы. В любом случае присылайте вопросы, и быстрее всего они дойдут до меня, если вы их будете писать в комментариях вот к этому нашему сегодняшнему видео. В 21.00 завтра у нас будет 54-й стрим открытой политики. Поговорим о том, что будет с долларом, с рублем, будет ли у нас голод, ждать ли нам репрессий, что будет с импортом и чего мы лишимся окончательно, увидим ли мы берег Турецкий в ближайшее время или туризму совсем уже конец, но вопросов очень много. Не забывайте ставить лайки нашему каналу при любом удобном случае. Напоминаю, что для вас это абсолютно бесплатно и безопасно, а для нас это очень важно с точки зрения продвижения канала в системе YouTube. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова